Безусловно, о вкусах не спорят и не важно, какого цвета кожа или какую цифру показывают ваши весы. Выглядеть стильно и актуально может каждая. Во всех регионах зима своя. В моем городе, например, буквально пару дней назад выпал снег и минус 5 на градуснике. Поэтому давайте будем лояльными друг другу и не такими категоричными при просмотре этого видео. Всем привет! С вами Юля, создатель бренда Julia F. И в этом ролике я подобрала несколько зимних образов на пинтерет для стройных и полных девушек. Альтернативу вещам из образов искала на Валдберрис. И все ссылки на эти вещи вы сможете найти в описании под этим видео. И вот парадокс. Для стройных девушек существует больше разнообразия в одежде для экспериментов. Тогда как для девушек в теле либо сложно найти вещи по размеру, либо девушки не готовы к экспериментам. И при всем этом, гуляя по пинтересту, у меня сложилось впечатление, что для стройных девушек я собираю скриншоты с похожими образами, а референсы нарядов для полных девчат абсолютно разные. Итак, первый образ. Дубленка, джинсы, уги, панама и сумочка в тон. Конечно, я не предлагаю вам покупать джинсы Кельвин Кляйн и сумочку и в Сен-Лоран, а еще круче Биркин. Но посмотрите на эти образы. В первом девушка в панаме и сумка-багет с плавными формами идеально дополняет общий вид. А во втором случае девушка с минимальной укладкой, видны серьги. Можно догадываться, но во втором образе акцент сделан на статусности. Отсюда и бренд сумки. Вам не обязательно покупать копию популярных брендов, да и смешно ехать в троллейбусе с сумочкой Шанель. Чтобы выглядеть статусно, достаточно одеваться со вкусом, а сумки покупать из натуральных материалов и вневременных фасонов. А мой совет, выбирайте ту, что держит форму. Кстати, подробнее о статусной одежде я рассказывала в этом видео. Там я коротко и ясно раскрываю эту тему и акцентирую внимание на том, что статусная одежда – это не всегда премиальные бренды. Я нашла сумку, похожую на Биркин, но это не Биркин и не люксовая копия, поэтому она имеет место быть. Едем дальше. Следующий образ – собирательный. Тут уги и дубленка могут быть из предыдущего подбора. Хочу обратить ваше внимание на очень уютные и стильные трикотажные костюмы. Я, как обычно, загналась и нашла вариант с кашемиром. И принципиально не показываю трикотаж с акрилом. Для меня это закутывание себя в пластик собственными руками. Неприятный запах через буквально полчаса, скрипучий материал не только по ощущениям, но и на вид. И совсем другое изделие после первой стирки. В третьем образе хочу подыскать симпатичные брючки и свитер с объемной вязкой. Очень расстроились свитера и кардиганы. Тут я искала либо крупную вязку, либо очень мелкую. Было открыто более 50 вкладок при поиске, а при более углубленном изучении состава. Акрил, акрил, акрил. Еще круче 95% акрила и 5% кашемира. Для чего? Для красного словца. В общем, я оставила только один вариант. Но сюда можно взять верх от трикотажного костюма из предыдущего образа. В качестве новой верхней одежды можем рассмотреть этот референс. Брюки. Кашемир, вискозы, эластан. Это успех, я считаю. Ботинки, натуральная кожа и натуральный мех. С курткой по референсу непонятно, с капюшоном ли она, поэтому прикрепляю два разных варианта. Ну и акцент в этом образе голубой объемный шарф. У меня получилось найти точь-в-точь, как на референсе, но там в составе акрил, поэтому подыскала кашемировый. Но выбирать вам следующий димний образ с акцентом в виде меховой шапки. Либо слишком царский, либо более сдержанный. Из шуб к такой шапке подойдут длинношерстные. К этому царскому образу лучше всего подобрать классические ботинки, тогда как к образу с курткой подойдут меховые луноходы. Ну и крайний референс для стройных девушек, пуховое пальто, дутики и плетеная сумка ботега. Конечно же мы с вами будем искать ее альтернативу. Два похожих на референс дутых пальто, одно яркое, другое нейтральное. Если выбирать красное, тогда шапка должна быть какая-нибудь серая. А под нейтральное мы все еще можем брать яркий головной убор. Хлопковая шапка бини, слегка объемные джоггеры, белые дутики и шарф. К нашему получающемуся образу я бы выбрала белую в тон дутиком. Открываю второй блок со стильными зимними образами для девушек в теле. И давайте попробуем повторить такой референс. Он достаточно спортивный. Вот два худи, которые мне приглянулись. Брюки скала на резинке и такие, чтобы в фильтре были большие размеры. Изучала именно сантиметры по обхвату бедер, ибо многие производители пишут XL, а в сантиметрах у них 90. Ну и у нас получается такой черно-белый или черно-серый образ. Ну ничего, можно попробовать сделать акцент на яркой сумке, либо оставить образ в нейтральных тонах. Кроссовками, думаю, проблем не будет, но я все же нашла для примера. Под такой спортивный образ действительно очень женственно смотрится укладка. Следующий образ можно сказать такой же, но тот уже не романтичный, а более элегантный. На это повлияли прическа и длинное пальто. Как раз его я и попробую найти. На удивление, нашлись отличные варианты. Первый 100% шерсть, второй кашемир и вискоза. Дальше на очереди такой вот стильный, на мой взгляд, референс. Из ветров нашлось всего два нормальных и по составу, и по размерам, и по цене. Элегантный выходной образ с юбкой. Для меня не скала из натуральной кожи, и чтобы был длинным. Юбочка легкая, ботинки с квадратным носом. И сумка на тонкой цепочке. Хорошее настроение, и вы готовы на свидание. И последний образ на сегодня. Сдержанный, элегантный, но с брюками карго. Карго нашла только такие, чтобы были размеры, и по составу все было хорошо. По свитерам вроде как тоже получилось выбрать с хорошим составом. Неплохой образ, гармоничный и достаточно свежий. Самое главное в брюках снизу расслабить резинку. Силуэт удлиняется с помощью острого носа ботинок, а изящности добавляет маленькая сумочка из натуральной кожи вне временного фасона. Надеюсь, вы досмотрели ролик до конца, как в моей подборке очень старалась собрать полезные наборы. И хочу отметить, что образы для полных девушек «Собираю впервые» столкнулась с большой проблемой, так как мне не просто нужно было найти вещь как в референсе, как обычно делаю, вычислить то, что с лучшим составом, а еще искать такую, которая в условных больших размерах будет действительно носибельна для девушек в теле. Как оказалось, многие XXL на меньшей мерке, то есть одежда маломерит. От этого были определенные сложности, но мне понравилось. А вам? Пишите в комментариях, было ли полезно и какие подборки образов для вас были бы более актуальны в следующих видео. Желаю всем прекрасного настроения и пока-пока!